Итак, мы продолжаем, и сегодня у нас тема довольно-таки большая, ролик будет длинный, потому что сегодня мы поговорим и сделаем авторизацию в приложении. И давайте сразу меньше слов, больше дела, сразу приступаем. Для этого я в компоненте of TSX создам переменную const, это будет isLogin, set isLogin, это будет useState, и по умолчанию это будет у нас false. Сейчас, в принципе, у нас этот TypeScript понимает, что переменная isLogin имеет значение boolean, но чтобы типизировать state, мы дальше тут как generic, после state пишем, что допустим, это будет boolean значение лежать в переменной isLogin. Дальше будет интереснее, дальше будут более такие прикольные типы, а пока что все просто. В принципе, это можно не указывать, потому что конкретно в этом случае TypeScript и так поймет, что у нас перемена isLogin, это либо true, либо false, boolean. Но можно написать, чтобы просто было. Хуже этого точно не будет. И смотрите, ребята, для чего я эту переменную создал. Я ее создал для того, чтобы просто я сделал одну форму, у нас была одна форма и на регистрацию, и на логин, потому что у нас, в принципе, и регистрация, и логин проходят только по имейлу и паролю. Поэтому я не хочу делать несколько форм, и благодаря этому состоянию просто буду переключать. И так же самое мы благодаря этому состоянию будем использовать те или иные хендлеры для того, чтобы при клике на кнопку либо зарегистрироваться, либо залогиниться. Сейчас, думаю, смысл такой, думаю, вам будет понятно. Крайне говоря, я надеюсь, что вам будет понятно. Теперь давайте немножко поиграемся со стилями. Скажу, что MT40, Flex, Flex, Call, Justify Center, Item Center, Что мы еще добавим? BG, Slate, 900, Font робота здесь не нужно указывать, Text, White, тоже не уверен. Окей, это как оболочка. Дальше. Нужен ли нам тут? Нет, он нам тут не нужен. Давайте теперь мы просто все, поехали делать форму, и мы говорим, что у нас H1 с классом текст, Центр, текст, XL, и MarginBottom10. Давайте напишем здесь логин. Что мы будем получать? Вообще посмотрим. Идем сюда и идем... Так, мы сейчас залогинины. Нам нужно в хедере. Давайте уберем, чтобы мы как будто бы... Как будто бы... Оп, нажимаем. Так, есть, логин. Теперь, ну, нам не нужен нам просто логин. Теперь я хочу отталкиваться от того, что находится в этой переменной. То есть, если из логин, то тогда, то есть, когда тут стоит... Когда там стоит true, то это значит, что мы логинимся. В противном случае мы говорим, что это регистра... 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 тион. Вот так. Из логи... да. Вот так. Сейчас у нас там стоит false, поэтому у нас это регистрация. Если бы стояло true, то это логин. То есть, вот такой вот смысл для всей нашей формы. Добро. Дальше у нас идет форма. Смотрите, ребятки, для тех, кто смотрел прошлый ролик, у меня крайний ролик был по ReactRouterDome, я про него говорил, то там мы использовали экшены, именно компонент формы от ReactRouterDome и все остальное историю. Здесь мы то же самое будем это использовать. Но давайте мы с вами регистрацию и логин сделаем через... не через именно ReactRouterDome, а старым способом для того, чтобы я сюда подключил еще Redux Toolkit и мы тоже его там протипизировали, просто поработали на одном элементе вот в случае конкретно этом, то мы на авторизации поработаем с Redux Toolkit и для этого я просто буду использовать старый метод без экшенов, без лоудеров и так далее. А, экшены и лоудеры пойдут уже дальше. Окей. Поэтому мы для этого создадим форму. Экшен он тут не нужен. И в этой форме давайте мы сначала классы напишем. Класс. У нас по классам будет Flex Width 1.3 страница Ой, Width 1.3 Flex Call И что у нас еще будет? MX Auto чтобы по центру ее поставить и Gap я укажу 5. И внутри формы уже будет Input Класс Какой у нас тут будет класс? Input Да? Мы же написали класс Input Правильно? Placeholder У нас будет Email Ну пока все. Давайте посмотрим что получается у нас. Да, у нас получается уже вот так вот нормально. Есть такой Input Дальше Type у нас будет Password чтобы скрыть И Placeholder Password Вот так. Дальше будет кнопочка для подтверждения формы Скажу что это Button У нее будет какой-то класс BTN BTN Green и MX Auto чтобы поставить ее по центру Так, где у нас есть ошибка сейчас будем разбираться Внутри этой кнопки у нас будет просто Submit Так, где у нас ошибка? BTN Green BTN Green 660 Так, где-то я там ошибся BTN Вот тут 600 Есть Смотрим Да, вот такая форма Отлично И дальше после этой формы я предлагаю сделать следующее Мы садим на коммуне GIF с классом Flex и Justify Center И MT пускай будет 5 И здесь мы уже снова сделаем эту проверку Скажу Is Login Если Is Login Тогда мы делаем Button с классом Text Slate 300 и Hover у нас будет Text White You You Don't Have An Account То есть это если Ну Ну Вроде Да Вроде Да Сейчас проверим Я Правильно В правильном порядке Ставлю Сейчас Проверим И Здесь Будет То же Самое Button В принципе Такая же Будет Кнопка Только Здесь Будет Другой Текст Вот Так Вот Already Have An Account Вот Так Так Сохраняем Ошибок Нет Смотрим Так Если У нас Регистрация На Противоположное От Из Логин И Таким Таким Образом Мы Будем Менять Все Что Давайте Я Поменяю Слишком Большой Placeholder Мне Прям Он Триггерит Где Инпут Прям Огромный Placeholder Text Small Ну Вот Так Хотя Все И Теперь При Клике На Эту Кнопочку У нас Будет Видите Сейчас Регистрация Стоит Я Нажимаю Сюда У нас Теперь Логин И Тут Тоже Текст Меняется И Вот Таким Образом Мы С Вами Сделали Одну Форму Которая Будет Отвечать И За Регистрацию И За Логин Есть Что Нам Нужно Делать Дальше Что Нам Нужно Делать Дальше Формочка В принципе У нас Есть Давайте Мы Еще Добавим Значение Для Эмейла И Пароля Да Конст Это Будет Эмейл Сет Мейл Равно Use State И У нас Будет Пустая Строка Тоже Будет Понимать Что Это Стринг Мы Можем Тут Так же Само Сказать Что У нас Будет Там Лежать Стринг Да То есть Мы Типизируем То значение Тот Элемент Который У нас Лежит Именно В этом State То есть Не Вот Эту Функцию А Именно То Что У нас Находится В State Тут Я Говорю Что У нас Там Будет Лежать Строка Какая А По Умолчанию Это Пустая Строка И То же Самое Делаем Для Пароля Пасворд И Set Password Вот Так И Теперь Мы Можем На Инпуты Просто Повесить Эти Обработчики То есть Я Говорю Что У нас Где На Импуты На Email On Change Я Говорю Что Тут Будет Какой Event И Я Говорю Что Set Email Как Event Target Value Есть И То же Самое Нам Теперь Нужно Сделать Для Пасворда Только Set Password Есть Отлично Отлично Что Мы Будем Делать Дальше Что Мы Будем Делать Дальше Ребятки Давайте Дальше Мы Наверное Уже Начнем Потихоньку Потихоньку Заниматься Авторизацией Для Этого Давайте Мы Создадим Несколько Папочек Первое Это Будет Папочка API Где Я Создам Файлик Скажу Что Это Axios .api .ts И Конечно Нам Теперь Нужно Поставить Axios Так Давайте Все Лишнее Позакрываем Axios npm Так 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 Кое Что Проверить Ага Ладно Все Ставим Axios И тут Мы Делаем Следующее Нам нужно Просто Изменить Немножко Апи Апи Axios Чтобы Добавить Сюда Ссылку На Которую Мы Будем Отправлять Запросы Помните У нас Там Была Там Ссылка Типа HTTP Двоеточие Local Host 3001 3001 Порт Потом Было Апи И Дальше Нажим User Out И так Далее Вот Я Хочу Вот Эту Именно Строку То Вот Это Просто Добавить В Каждый Наш Запрос Axios И Также Я Хочу Добавить Сюда Токен То Чтобы Токен Который Нам Возвращает Сервер Который Говорит О том Что Залогинены Мы Или Нет Я Хочу Чтобы Каждому Запросу Этот Токен Добавлялся Для Того Чтобы Мы Имели До Доступ К Тем Роутам Которые Мы Защищали Через GVT На Бэк То Вот Такая Логика И Давайте Потихоньку Это Все Реализовывать Чтобы Было Более Понятно Потому Что На Словах Это Все Не Очень Понятно Для Этого Мы Отсюда Экспортируем Константу Instance И Это Будет Равняться Axios Конечно Мы Импортируем Axios Из Axios Вот Так Вот Сделаем Axios И У него Взываем Метод Create У него Взываем Метод Create И Тут У него Есть Поле Base URL Куда Мы Просто Положим Этот URL Я Не Хочу Создавать Env Переменная Здесь Я Просто Его Так Закину И Все Можно Конечно Это Через Инвиза Сунуть Но Мне Не Хочется Вы Сами Можете Это Засунуть И И Пакет .env И Инвиза Сунуть Переменную URL И Просто Вытащить Ее Оттуда Я думаю У вас У самих Это Получится Если Вы Смотрите Этот Ролик Вы Это Уже Умеете И Сразу Я Передам Headers В нашем Случа Это Authorization Header И Он Составляет B RR Мы Помним Что Мы Передем B RR И Там Дальше Будет Токен Но Тут Такая История Я Хочу Этот Токен Доставать Из Local Storage То есть Когда Мы Все Запросы Которые Проходят Через Axios Они Уже Подразумевают Что Токен У нас Есть Кроме Одного Запроса Который У нас Это На Регистрацию Все В других Остальных Случах Он Подразумевает Что У нас Будет Этот Токен Тогда Чтобы Мы Сделали Этот Токен Я Предлагаю Хранить Его В Local Storage Но Для Того Чтобы Хранить В Local Storage Я Предлагаю Добавить Несколько Helper Это Можно Сделать Через Hook И По Другому Принципу Пойти Но Я Не Хочу Это Делать Я Хочу Это Сделать Как Helper Я Сделаю Три Хелпера Сделаю Три Чтобы Было Попроще Не Один А Три И Я Скажу Давайте Что Это Будет Называться Local Storage Helper TS Вот Так И Здесь Я Хочу Создать Три Функции Во Первых Export Будет Function Get Token From Local Storage И Данная Функция Нам Ничего Возвращать Не Будет Она Будет Просто Брать Токен Из Local Storage Поэтому Я скажу Что Она Возвращает В Void Это Означает Что Функция Возвращать Ничего Не Будет Она Что Сделает И Все А Возвращать Никакое Значение Не Будет Окей Что Мы Тут Хотим Мы Тут Хотим Я Скажу Что Давай Токен Это Будет Local Storage Get Item И Мы Будем Записывать Как Токен И Нам Нужно Его Распарсить Там В Лога Storage Он Хранится Не Так Как Нам Нужно Поэтому Я Скажу Что Там Давайте Конст Или Давайте Это Будет Data А Здесь Будет Сам Токен Уже Это Будет Равняться Если Data Есть То есть Если В Google Storage Что-то Есть То тогда Мы Делаем JSON Parse И Передаем Сюда Эту Дату А В Противном Случа Это Будет Просто Пустая Строка Если Токена Нет У нас Будет Пустая Строка Окей И Мы Возвращаем Ага Хорошо О чем Мы Пишем Void Мы Возвращаем Токен А Токен У нас Стринга Вот Так Возвращаем Токен Тоже Можно Возвращать Типа Стринга Вот так Все И мы будем Возвращать Сюда Просто Токен Вторая Функция Export Function Set Token To Local Storage Это Вот тут Вот тут Мы Ничего Не Будем Возвращать А тут Я говорю Что Void Потому что Мы Просто Устанавливаем И все Ничего Не Возвращаем А тут Мы Возвращаем Попутал Что Эта Функция Будет Принимать Она Будет Принимать Себя Два Параметра Первый Ключ По Какому Мы Будем Сохранять В Local Storage Это Будет Тип Строка И Второй Параметр Сам Токен Storage Set Item Да Когда мы Используем Set Item То нам Нужно Указать Вот Два Значения Ключ И Value И мы Говорим Что Ключом У нас Будет Key Который Мы Передадим А Value У нас Будет Как раз Таки Сам Токен Но В таком Случа Нам Не Подойдет Потому Что Нам Нужно Его Сделать JSON Stringify Токен Вот Так Это Подойдет Потому Что Нам Нужна Строка Имя Есть И Третья Функция Это Будет Remove Token From Local Storage Вот Так Здесь Мы Тоже Ничего Возвращать Не Будем Скажем Что Void Хотя Tabscript И так Это Понял Здесь Мы Говорим Что Local Storage Remove Item И Сюда Мы Будем Передавать Key А Key У 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 Третья Авторизейшн Токен Бер Я Скажу Что Давай Ты Мне Сгенерируй Точнее Возьми Токен Попробуй Взять Токен Get Token From Local Storage Если У тебя Ничего Не Получится Тогда Бери Пустую Строку Хотя Это В принципе Не Нужно Потому Что У Нас И так Где Это Будет Либо Токен Либо Пустая Строка Но Все равно Я На всех То есть Что Мы Тут Делаем Мы Хотим Каждому Запросу Добавлять Токен Мы Говорим Что У тебя Будет Берер Плюс Токен Который Мы Возвращаем Вот Тут То есть Мы Находим Его В Locker Storage И Возвращаем И Тогда У нас Все Запросы Которые У нас Защищены На Бэке GVT Вот Этим Гвардом То Они Будут Проходить И Мы Будем Впринципе Все На Этом Впринципе Все Возвращаемся В На Страничку Сюда И Наверное Все Таки Это Не Все Наверное Все Таки Это Не Все Давайте Мы Пойдем Еще Дальше Здесь Пока Нам Нечего Делать Нам Нужно Создать Еще Одну Папку Я Скажу Что Это Services Вот Так И Здесь Создам Папочку Off Service .ts Помните Да Что Мы На В Несте У нас Была Отдельная Контроллера Отдельная Сервис То есть Логика Была В сервисах Вот тут Я хочу Сделать Ту же Самую Фишку То есть Сама Логика Да Именно Для Авторизации И регистрации Я сделаю Отдельные Сервисы Которые Мы будем Использовать Потому что Там Где мы Будем Делать Экшены И лоадеры Нам это Не потребуется А здесь В принципе Это нормальная Тема Поэтому Мы сделаем Сервисы Я скажу Что это Будет Объект Скажу Что это House Service И это Объект Где У нас Будет Два Метода Async Registration Вот так И второй Метод Будет У нас Логин И третий Будет GetMe Вот так GetMe Есть Конечно же Здесь нужно Запятые Ставить Потому что Это Объект Вот так Что мы В этом Сервисе Хотим Делать Что мы В этом Сервисе Хотим Делать Во-первых Давайте Мы Займемся Начнем С регистрации Мы начнем С регистрации И Наша Функция Будет Принимать Какие-то Данные Допустим Это будет User Data Но Нам нужно Мы Используем TypeScript Нам нужно Типизировать Эту User Дату Для этого Я предлагаю Создать Тоже Папочку Типов Где Мы Будем Какие-то Все Общие Типы Создавать Прописывать Types И Здесь Скажу Types .ts И Внутри Этих Тайпов Мы Уже С вами Пропишем Типы Для User Data И Для Всего Остального Давайте Мы Начнем Для User Data Мы Сразу Export Interface Да Interface User Data И Я скажу Что у нас будет В User Data User Data Это же функция Которая При регистрации Как мы регистрируемся Мы регистрируемся E-mail И паролем Поэтому я говорю Что давайте В User Data У нас будет E-mail Типа String И Пассворт Типа String Таким образом Мы будем понимать Что эта функция Ждет от нас E-mail И Пассворт Теперь Если мы сюда вернемся Видите У нас ругается Он говорит Что у нас User Data Является Any Типом А это Не очень так хорошо Если честно Поэтому это нужно Типизировать И таким образом Мы сейчас Это создали Для нее интерфейс Я ее вынес В отдельную папку Потому что Возможно Где-то это еще Потребуется нам Я не создавал ее Прямо где-то Вот тут Потому что Вдруг Это где-то потребуется Нам еще Это User Data Поэтому Я создал Как-то глобально Где мы сможем Просто ее импортировать А здесь я говорю Что и наш объект User Data То есть Те данные Которые мы с вами Вот здесь Принимаем Они должны быть Типа User Data Поэтому мы сейчас После User Data Говорим Что Тип Через двоеточие Бежим I User Data Есть И таким образом Нам уже за Any Ничего не говорит Мы четко видим Какого типа она И мы можем Перейти Вот так Посмотреть Что мы там хотим Это удобно Нам сейчас подчеркивают Потому что мы это Пока нигде не использовали Окей Мы это сделали Что нам теперь Нужно делать дальше Во-первых Нам нужно Здесь также Мы должны указать Что мы Ожидаем В ответе Да Поскольку это Какая-то асинхронная функция Я говорю Что мы ожидаем Promise Ведь мы же там Будем делать запрос Поэтому Это Promise Который нам будет Что-то Возвращать Он нам будет Возвращать Данные Но Эти данные Если вы помните То Мы же не возвращаем На Когда мы Регистрируемся Мы не возвращаем Только Email И пароль Мы возвращаем Там больше Там большой список Данных Поэтому Для этого Я бы написал Еще один интерфейс Я бы сказал Что Export Interface Item Response Допустим User Data То есть Это то Что у нас Будет в ответе Да То есть Вот тут Мы должны Типизировать Элемент Который Мы получим В ответе После того Как наш запрос Уйдет А там Мы получаем Вы же напомните Там Updated Add Created Add И все Вот эта История Поэтому Мы можем Сказать Что Во-первых Да Email Там тоже Есть Email Будет Стрингой Пароль Будет Стрингой Дальше У нас Там Будет Created Created Add Будет Стрингой Я просто Не хочу Сейчас Делать Запросы Чтобы Посмотреть Что Там Приходит Я Это Напишу С того Этого С того Типа Который Я Ранее Раньше Делал Response UserData Вот так Created Add Updated Add Тоже Стринг Дальше У нас Там Будет Вот Такой Параметр Он У нас Будет Number Также У нас Будет Возвращаться ID Это Все Вот Именно Это Может Быть Вот Так Вот Так Это Необязательно Будет Здесь Будет Стринга И Message У нас Будет Стринг Потому Что Там Еще Будет И Message Это То Что Нам Возвращает После Того Как Мы Отправим Запрос Аксес Там Что Какие Данные Возвращает И Вот Они Ок Только Конечно Еще Такой Нюанс Эти Все поля Также Могут Возвращать Undefined Поэтому Мы говорим Что Либо То Либо Undefined Чтобы У нас Не было Никаких Проблем Потом Есть И Теперь Мы говорим Что Метод Регистрации После 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 того Как Мы Отправили Запрос И Нам Возвращается Ответ Именно Нам Возвращается Promise И Мы Говорим Что Данный Promise Будет Содержать В Своем Ответе I Response User Data То есть Такой Объект У нас Будет В Ответе Или Undefined Вот Так Ок Теперь Делаем Сам Запрос Делаем Сам Запрос Я потом Покажу Да Когда Мы Уже Настроим Отправку Запроса Я покажу Почему Откуда Я это Взял Это Сейчас Вам Может Быть Непонятно Я Потом Покажу Сейчас Такой Порядок Действий Ок Теперь Мы Говорим Что Мы Хотим Делать Запрос Я Говорю Что Давай Ка Const Data Равно Здесь Мы Используем Await Потому Что Мы Делаем Запрос И Здесь Мы Обращаемся Не к Аксесу А к Инстансу Которую Мы Создали Инстанс Это У нас Регистрация У нас Пост Запрос И Пост Запрос Куда У нас Идет На User Создаем По User И Передаем Сюда User User Data То Что Мы Написали Давайте Return Data Чтобы У нас Не было Ошибок Все Ошибок Никаких Нет Смотрите Что Мы Тут Сделали Мы Говорим Что У нас Есть Функция Регистрация Которая Принимает Себя User Data Это Объект Где У нас Будет Храниться Email И И Дальше Мы Делаем Запрос И Делаем Return Data Сейчас Опять Так Видите У нас Это Data Undefined Для Чтобы Она Не Была Undefined Нам Нужно Это Все Типизировать Мы Можем Сказать Что Давайте У нас Post Мы Делаем Post Запрос И Мы Передаем I User Data То Мы Передаем I User Data А Именно Сама Data Мы Можем Еще Сделать Вот Так Сказать Что Data У Нас Будет I Response User Data Таким Образом Мы Теперь Сюда Наведем И Мы Видим Что У Data Получается Вот Этот Вот Тип Можно По Моему Мы Это Проверим Можно Это Убрать Можно Это Сократить И Просто Сюда Передать I Response User Data По-моему Это Так Тоже Должно Работать Вроде Все Нормально Ошибок Нет То Мы Видим Что Теперь Data Есть Конкретный Тип Да И Я Понимаю Что Теперь У Data Есть Вот Такие Поля Которые Email Message Parole Updated И Так Далее Все В Принципе Мы Эту Функцию Типизировали И Она У Нас Должна Работать И Возвращать Те Сервис У нас Готов То есть Сервис Это Просто Обработка Запроса К базе Да И Возвращение Каких-то Данных Теперь Мы Возвращаемся В Off Страничку И Здесь Здесь Я бы Еще Добавил Во-первых Один Компонент Я Скажу А Можем Прям Тут Я Скажу Toast Мы Его Везде Использовать Так Toast А Toastify Toastify По-моему Так Называется Или просто Toast А ну Ладно React Toast А React Toastify Вот так Для того Чтобы мы Увидели Сообщение Когда мы Залогинились Или зарегистрировались Когда у нас Что-то пошло Хорошо Или что-то Пошло Не очень Хорошо Мы Ставим Этот Toastify И его Еще Нужно Немножко Настроить Чтобы Его Настроить Мы С вами Пойдем Наверное В App TSX Мы На Уровне App TSX Можем На Уровне App TSX А можем На Давайте Подумаем Просто У нас Там Еще Будет Давайте Вот Тут Да Нам Нужно Тут Есть Инструкция Как это Делается Мы Ставим Пакет Дальше Там Нужно Контейнер Добавить Вот Мы Сейчас Этим Займемся То Давайте В Main TSX Но После Компоненты Up Скажем Что Сюда Добавь Toast Контейнер Toast Контейнер И у Него Есть Некоторое Значение Настройки Я скажу Что Position У него Будет Bottom Left Например Будет Слева Снизу И Скажу Что Auto Close Через Через 2 Секунды Все И тогда Мы сможем Использовать Этот компонент Toast Когда Нам Это Будет Необходимо А это Будет Необходимо Уже Прям Почти Скоро Когда Мы Сами Сделаем Регистрацию Теперь Что Мы Делаем Теперь Давайте Мы Тут Давайте Мы Тут Создадим Какой-то Хендлер Да Мы Создали Там Только Сервис Теперь Нам Нужно Создать Хендлер Где Мы Будем Вызывать Этот Сервис Я Говорю Тут Конст Регистрацион Хендлер Это Будет Асинхронная Функция Которая Будет Нам Что-то Возвращать И Давайте Я Здесь Добавлю Trycatch Блок Например Лишнего Это точно Не будет И В первую очередь Я скажу Что Мы же будем Принимать Какой-то Event И я Скажу Что Event Сразу Сделай Мне Prevent Default Но мне Сейчас Ничего Не подсказывает Он Не Понимает Что Такое И Вот Он Сразу Подчеркивает Я Не Знаю Что Такое И И Это Тоже Нужно Типизировать Есть Разные Ивенты В TypeScript Я вообще Рекомендую вам Ознакомиться С какой-то базой Там где Все это Кто-то там Рассказывает На ютубе У меня такого ролика нет Но Конкретно В этом Случае У нас Event Является React Form Event Мы говорим Что это Form Event И Generic Мы указываем Здесь Что это HTML Form Element Вот так И теперь Если мы Нажмем Здесь Вот так И Поставим Точку И мы Видим Что у нас Уже Появляются Методы Которые Относятся К форме Мы говорим Что prevent Default То есть Таким образом Мы степизировали Вот это И Которое Мы принимаем В качестве Параметра Окей Мы сделали Prevent Default Дальше Нам нужно Сделать Тоже Data Конст Data И Сделать Сам запрос Потому что Тут мы его Просто написали Но мы же Его нигде не делаем Нам нужно Где-то делать И мы его Будем делать Вот тут Мы говорим Что Поскольку у нас Асинхронная Функция Мы говорим Await As Service Мы импортируем Этот сервис Да Сам объект Вот этот И у него Есть метод Я уже вижу Ошибку Там Во-первых Нужно переписать Тут Get Me И мы видим Что у него Сразу есть Три метода Get Me Login Registration Нам нужен Registration Здесь мы видим Что мы ожидаем User Data То есть Это объект В котором Есть Email И Пароль Поэтому мы Так и передадим Объект Где есть Видите Если мы сейчас Посмотрим Да Мы нажимаем Этот И мы сейчас Пишем Email Вот есть Email И еще нам Требуется Пароль Вот пароль Нам подсказывает Все Редактор Есть Мы видим Мы видим Какие данные Мы будем Получать В итоге Потому что Мы там Все Депетировали И Дальше Мы Говорим Что Если Есть Data Если Data Есть То В таком Случа Мы Хотим Показать Toast И у него Есть Несколько Разных Вариаций В нашем Случа Нужен Success Потому что Мы Успешно Зарегистрировались И скажу Account Has Been Created Наверное Я не уверен Что это Правильно Грамматически Но Пускай Будет Так Я думаю Смысл Вы поняли Что Если У нас Все Успешно Мы Показываем Что Мы Зарегистрировали И Дальше Я хочу Просто Переключить Нашу Форму Если Мы Зарегистрировались Я нажимаю Submit Я хочу Чтобы наша Форма Просто Переключилась На Логин Я говорю Что Set Из Логин И Противоположное Значение Из Логин Поставь Его Если Есть Ошибка С Ошибкой Тут Немножко Есть Такая История Что Типизировать Ошибку Да Мы Не будем Типизировать Ошибку Поэтому Мы Сделаем Следующим Образом Чтобы Оно Не Ругалась Я скажу Что У нее Тип Эня Потому Что Там Разные Варианты Есть И Типизацию Этой Нормальную Я так И не Нашел Я скажу Что Const Error Это Будет Error Response Только В случае Yes Response Если Он Есть Тогда Там Будет Поле Data И Message И Если Такая Ошибка Есть То Я говорю Toast Error Там Она Приходит В Странном Формате Поэтому Нам Нужно Сделать Error To String Да и все То есть смотрите Мы Отловили Какую-то ошибку Аксиаса Мы сказали Что если Там есть Error И Response Тогда Data Message То есть Тут Просто Что Может Быть Ошибка И Ошибка Аксиаса И Ошибка Сервера Когда Сервер Нам Ничего Не Прислал Поэтому Я Не Знаю Как Типизировать Правильно Может Кто-то Подскажет Но В Случае Если Там Есть Error Response Тогда Мы Берем Data Message Запрос Прошел Успешно И Мы Эту Ошибку Будем Показывать To String Мы Делаем Потому Что Надо Эти Там Объект Приходит А Мы В Тосте Не Можем Показывать Объект Ок Теперь Этот Registration Handler Нам Нужно Повесить На Кнопку На Какую Кнопку Мы Будем Вешать На Какую Кнопку Мы Будем Это Вешать Мы Не Будем Это Вешать На Кнопку Вообще Мы Будем Брать Форму Здесь Форма Здесь Есть У Метод On Submit И Мы Говорим Что Если Это Is Login То Тогда Login Handler Будем Вызывать Login А У нас Его Еще Нет Давайте Создадим Тогда Еще Login Handler Мы Это Почистим Скажу Что Это Будет Login Handler Вот Login То Есть Если У Нас Это Из Login То Мы Будем При Отправке Использовать Login Handler В Противном Случае Это Будет Registration Handler И Давайте Теперь Тестировать По идее Это Должно Работать Ага Это Пока Что Не Будет Работать Потому Что Вот Так Создам Новый Терминал Выйду С Клайента CD Сервер У Наш Я Еще Не Запустил Сервер Run Start Dev Так Сервер Запустился Теперь Мы можем Это Тестировать Идем Сюда Все У нас Страничка Регистрация Давайте Сразу Inspect Ошибок Никаких Нет Network Покажем Запросы И поехали Email Давайте Мы что-то Новое Придумаем Давайте Admin Собака Gmail Ком Паспорт 1111 111 111 Нажимаю Submit Запрос ушел Но есть какая-то ошибка Аккаунт Has Been Created Что-то у нас А Я забыл Все React Toastify Я не до конца Проработал Подключил Библиотеку Ну как вы видели Регистрация пошла Хорошо Так Нам еще нужно CSS подключить Вот так Давайте В Index CSS Кстати Оно будет так работать И Tailwind И этот А Подождите Какой Index CSS Это ж надо В Там где мы Подключали В main TSX Вот сюда Вот так Давайте еще раз Admin2 Sobaka Gmail .com 111 111 Нажимаем Submit Account Has Been Created Видим что Отправилась Мы получили Назад Как раз таки Вот видите Что мы там Ааа Да Так ребятки Надо переписать Немножко Надо переписать Тип Я Использовал Старые Старый тип Использовал Надо переписать Сейчас тип Окей Сейчас перепишем Тип Ну видите Все это сработало А давайте Попробуем еще раз Завести аккаунт Который Уже существует Нажимаю Submit Ой это Логин Это Логин Обратно На регистрацию Переключаемся Я говорю Admin2 Sobaka Gmail .com 111 111 Я нажимаю Submit То есть мы говорим Что этот email Уже зарегистрирован А что если я сейчас Да это то что мы писали ошибки В беке Это все ошибки Которые приходят с бека Что если я сейчас Сделаю пароль Не такой как надо Там пароль Нужен 6 символов А я сделаю 1 2 3 4 5 Нажму Submit Увидим Password Must Be More than 6 символов То есть И проверки Да и ошибки Те которые мы писали С вами на беке Они работают То есть таким образом Мы Все это с вами сделали Если просто админ Который мы только что Зарегистрировали Submit This email Already Exists То есть все Это работает Отлично ребят Видите ошибок Не тут Не тут Ошибки Вот эти красные Которые подсказывают Это как раз таки То что выводится Что This email already exists Паспорт И так далее То есть Все регистрация У нас Работает Теперь Что мы делаем Дальше Дальше Можно сделать логин Итак ребятки Давайте мы сейчас С вами перепишем Этот iResponse UserData Потому что Я понял в чем ошибка Потому что Изначально Этот проект Хотел делать На MongoDB Я регистрацию Авторизацию Сделал на MongoDB А потом решил Что я все таки Хочу переключиться И забыл переписать Этот тип Поэтому Мы это убираем И вот наш тип Вот наши данные Которые нам приходят То есть Это объект Юзера И у него есть Какие-то поля То есть iResponse UserData Это будет Это будет объект Поэтому нам нужно Еще сделать То есть у нас Есть тот токен И есть какой-то User Поэтому давайте Я сделаю Что Export Export Интерфейс String Не надо Запятая Дальше ID Типа Number Created Add Типа String String Не хочу Возвращаться Вбек Для этого Окей Смотрите Теперь Это iResponse User То есть Мы видим Что Обновилось Обновилось Короче Там у нас Давайте Еще раз Зарегистрируемся Submit Есть Мы видим Что у нас Тут возвращается Объект В котором Есть Токен И внутри Него Есть Объект User Вот Как раз Так Сейчас Вот Это Вот Вот Это IResponse User А IResponse User Data У нас Получается Токен Возвращается Типа String String И Возвращается User И мы Можем Тут Прямо Использовать IResponse IResponse User То есть Таким Образом Мы создали Отдельно Интерфейс Опять Пропало Ну ладно Я обновил Таким Образом Мы создали Интерфейс Для этого IResponse User И Добавили Его сюда И Теперь У нас Правильная Data В Ответе Теперь Если Мы Посмотрим Где У нас Aus Service Вот Тут Или Давайте Вот Тут Если Нажмем Data Поставлю Точку И У нас Там Есть User Дальше Уже И Видите У него Там Есть Created Aids Та 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 И Также Есть У Даты Токен Теперь У нас Правильный Тип Отлично 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 Надо Будет Проверять Все Эти Моменты Потому Что Материал Много И Мне Надо Ориентироваться Окей Двигаемся Дальше Дальше Нам Нужно Делать Login Дальше Нам Нужно Делать Login Но Давайте Мы Для Этого Поставим Как Вы Говорил Redux Toolkit Есть Get Started Дальше Поехали Поехали NPM Install Нам Нужно И То И То Копируем Redux Toolkit Так Нам Нужен Третий Сервер Блин Так Неудобно Я Обычно Когда Работаю Можно Как Местами Поменять О Вот Так Я Всегда Когда Работаю У меня Слева Сервер Справа Клиент Так В клиенте Мы Ставим Redux Toolkit И Ставим React Redux React Redux Дальше Тут Поехало Поехало Нам Нужен Теперь TypeScript Quick Start По-моему Это тут Находится Да И Поехали Теперь По порядку Нам Говорят Что Нам Теперь Нужно Сам Store Типет 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 И Нам Показывают Как Нам Просто Нужно Следовать Всем Этим Инструкциям Поэтому Я Теперь Создам Внутри Папочки SRC Также Папочку Store Внутри Папочки Store Я Создам Где он Где он Где он Store Точка TS Я прямо Добавлю То что я скопировал Вот это мы пока Убираем У нас тут ничего Нет Вот так У нас тут пока Ничего нет Все Он пустой И здесь тоже Пусто Все Таким образом Мы с вами Сконфигурировали Store Напоминаю Тех Кто не знает Как пользоваться Redux Toolkit У меня где-то Прошлогодний ролик Есть про Redux Toolkit В нем В принципе Ничего не поменялось Поэтому можете Смотреть И Кайфовать Это классная вещь Мне нравится Так Дальше Нам говорят Что нужно Создать Хуки И определить Их Типы То есть Если мы раньше Использовали UseDispatch И UseSelector То с TypeScript Нам нужно Немножко стипизировать Поэтому Нам говорят Создайте Файлик Hooks Вот тут Ооо Файлик NewFile Hooks.ts И просто добавьте Этот код Ничего менять не нужно Все Мы говорим Что у нас Просто теперь Мы будем использовать Не UseDispatch И UseSelector А мы будем использовать UseAppDispatch И UseAppSelector Все Остальное Он делал За нас Так Теперь Slice Ну Slice Мы Давайте Мы не будем Напрямую Или давайте Скопируем Давайте Скопируем У нас будет Slice С юзерами Поэтому Я скажу Это User Папка И внутри У нее будет User Slice Так User Slice Slice Мы сюда Все это Добавим И сейчас Мы Под себя Его потом Настроим Под себя Потом Настроим Окей Давайте Настроим Slice Что нам Тут нужно Что нам Тут предлагают Делать В первых Нам RootState Предлагает Взять Store То есть RootState Из Store У нас Store Лежит не здесь У нас Store Лежит Просто Вот тут В Store Все Мы берем оттуда RootState То есть А где это Store RootState Вот оно Короче Store GetState То есть Это все уже Сами там Они за нас написали Нам тут ничего думать не надо Теперь по поводу Slice Slice Давайте все это удалим Reducers Все удалим Все экспорты Удалим И будем потихонечку Все писать Я предлагаю Здесь сделать Два Интерфейса Сейчас объясню почему Первый у нас будет Интерфейс i User State Хотя нет У нас тут не будет Два Интерфейса Нам потребуется Хранить Мы будем тут Юзера И тип у него будет Тот который мы с вами уже написали Вот как раз Вот это пригодилось Где наши типы Или давайте Наверное еще сделаем Еще один тип Скажем что это Export Интерфейс Назовем i User Это то что мы будем Записывать именно В Как он называется В Store State Потому что нам же не нужны Все эти поля Зачем нам эти поля Там пароли Все это В State Нам это не нужно Я скажу что у нас будет ID Будем записывать Типа Давайте будем Как стрингу Записывать Или как Number У нас ID приходит Как Number Поэтому будем записывать Как Number Вот так Email Мы будем записывать В Store Хотя знаете Может и email нам не нужен Давайте запишем Все таки email Email скажем что у нас будет Типа string И Токен Типа String Окей Только еще Наверное Эти значения Вот Пока так Пока так Все И мы говорим что у нас User Типа I User И еще я хочу Как-то проверять Авторизованы мы или нет Я не хочу это делать Просто на основании Что типа Если User есть Тогда мы авторизованы Если User нет То тогда мы не авторизованы Я хочу еще дополнительно Сказать что Is Aus И это будет Boolean значение Это будет Boolean значение Теперь Initial State Мы говорим что он типа Уже не Counter State А I User State Или давайте просто User State Вот так User State Мы говорим что этот тип Уже будет User State И теперь он нам ругается Что у нас value неправильное Потому что нам нужно Указывать Значение У нас там Есть User Да И Is Out И по умолчанию Из Aus у нас Будет False А вот User У нас по умолчанию Будет Null Вот так Но в таком случае Это работать не будет Потому что мы должны Сказать что Или Null То есть если Этот User у нас нет То там будет просто Null И Null у нас Допустимое значение Окей Теперь Counter Slice Мы меняем на User Slice Спорим функцию Create Slice Name У нас конечно же Будет User Initial State Окей Так Меняем Это Slice И вот тут И вот тут Что мы тут еще Можем поменять Тут конечно же Не Тоже делаем User Select Count User Да Все Тут по-моему все Теперь нам нужно Сладать Reducer Что у нас будет По Reducer У нас будет два Reducer То есть Login Где мы будем Что-то делать И второй В запятую И второй Logout Logout Мы помним Да Те кто Смотрел Про Redux Login И кто-то Не работал Что эти Reducer Принимают Два Параметра State State И Action State И Action И мы видим Что State У нас сразу Там уже Есть у него Какой-то тип И у Action Тоже есть Какой-то тип Где есть Payload И Type Окей Мы можем Сказать конкретно Что у нас В Action Будет лежать То есть То есть Точнее В Payload Будет лежать Я могу сказать Вот так Payload Action И там Будет тип Лежать I User То есть В Payload Вот сюда Вот Да Мы В User Мы запишем Как раз таки То что мы написали С вами ID Пишник E-mail И Токен То есть Мы можем Прямо так Четко Сказать Что Где Это Что Мы запишем Туда Вот такие Вот данные И Теперь Мы видим Что у нас Payload Типа I User Четко Теперь При логине Что мы будем Делать Функцию Мы напишем Потом Но мы будем Говорить Что State User Равно Action Payload И все Видите У нас даже Подсказывают Такие поля Еще есть За счет Для того что мы Детипизировали Но нам это не нужно Мы весь объект Туда будем помещать И так же State Is Auth Ставим как True То есть мы Если там User есть Мы ставим Здесь True Теперь Logout Нам тут нужно Принимать просто State Больше нам ничего Не потребуется И мы Говорить будем Что State Is Auth False И Можно так же Сделать State User Равно Null И таким образом Мы уже Будем Либо Зарегстрированы Либо в системе Либо не в системе Теперь нам нужно Их Экспортировать То есть мы Вот тут Экспортируем Login И Logout Есть Теперь нам Нужно Это Всю Историю Подключить Потому что У нас Сейчас Сам Store Нет Никакого Провайдера Мы не Понимаем Где он Находится И что Нам с Ним Делать Для Этого Мы Идем В Индекс Main TSX И Все Наше Приложение Оборачиваем Я бы На самом деле Удалил Этот React Strict Mod Он нам Не потребуется И мы Все Приложение С вами Оборачиваем В Provider Который Мы берем Из React Redux Видите Тут есть Два Провайдера Нам нужен React Redux Мы берем Этот Провайдер Вот так И нам Сюда Теперь Нужно Просто Передать Store Мы говорим Что Store И это Будет Store Который Нам нужно Импортировать Который Мы создали Есть React Мы удаляем Нам не нужен Здесь Импорт React И теперь В принципе Мы подключили С вами Уже Наш Store И мы Можем Пользоваться Теперь Этим Слайсом Теперь Мы идем В Auth Слайс О Сервис И давайте Напишем Сервис Для Логина Для Логина Тут У нас Тоже Будет То же Самое User Data Типа I User Data Который Мы Ранее Передавали Уже В Регистрации Возвращать Нам Будет Это Все Promise А Вот Тут Мы Будем При Логине Надо Тоже Проверять Типы Потому Что Я Честно Не Помню Не Помню Это Мы Будем С вами Тестировать Давайте Я Пока Напишу Что Это Будет I User Может Он Тоже Не Совпадет Потому Что Я Видите Undefined При Логине Я Тогда Тоже Логин Я Делал Изначально Тоже На MongoDB Поэтому Может быть Этот тип Не подойдет И мы Напишем С вами Снова Новый А пока Что Отталкиваемся От этого Все А дальше То же самое Const Data Равно Await Instance Это тоже Post Запрос Который Нам Будет Возвращать I User Data И Передавать Мы Сюда Будем Что Что Мы Сюда Будем Передавать Два Аргумента Где Мы Передаем User Data А Адрес У Немножко Другой Адрес У Нас Там Of Login Вот Так Ок 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 И Возвращаем Data Return Data Он Ругается Почему он Ругается ID Токен Да У нас Тип Тут Неправильный Давайте Мы Сейчас Будем Говорить Что Будет Any А Когда Мы Залогинимся Мы Посмотрим Что Он Возвращается Мы Перепишем Этот Тип А User Тут Не Подходит Ок Давайте Это В принципе Сервис Готов Пойдем В Страничку Off И Теперь Надо Написать Login Handler Что У нас Будет Login Handler В принципе Тут Будет Почти То же Самое Здесь Ок Try Event Prevent Default Дальше Мы Тоже Говорим Const Data Равно Await Out Service Login Куда Мы Передаем Эту Дату Нам Нужно Передать Эмейл И пароль Дальше Если Data Есть То Мы Делаем Во-первых Нам нужно Токен В Local Storage Засунуть Поэтому Говорим Что Set Token To Local Storage Нас 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 Требуют Требуют Два Аргумента Key И Токен Две Стринги Key У нас Будет Как Токен А Помещать Туда Будем Data Token Есть Мы Записали Токен В Local Storage Дальше Нам Нужно Задиспатчить Тот Action Чтобы Записать Все Данные В Slice Да В Store Теперь Мы Говорим Что Давай Ка Мы Возьмем Функцию Dispatch Const Dispatch Равно Нам Тут Уже Нужно Использовать Не Use Dispatch А Use App Dispatch Который Мы С Вами Создали На Базе Dispatch Мы Берем Use App Dispatch Смысл Тот же Самый Просто Мы Берем Другой Hook Все И Теперь Мы Тут Dispatch Dispatch И Action У нас Тут Будет Да Мы Берем Логин Мы Dispatch Логин И Сюда Помещаем Нам Нужен User В нашем Случа Это Data Сейчас Будем Разбираться С типами Потому Что Я Что Зря Я Писал Так Сейчас Мы Разберемся Ребятки Не тут Какая-то Это Пока Уберем Сейчас Мы Разберемся Ок Dispatch Login Data Если Все Ок Тоже Я Хочу Показать Toast Success Что Все Ок You Locked In И Дальше Я хочу Отправить На главную Страницу Скажу Что Нам Нужен Теперь Hook Use Navigate Я скажу Const Use Const Navigate Равно Use Navigate Которое мы импортируем Из React Router Dom Только Убедитесь Что вы Импортируете Не Use Navigation А Use Navigate И теперь мы говорим Что Давай-ка Navigate На главную 5-6 Я нажимаю Submit Опа You Locked In Мы Вошли Все Сработало Отлично Давайте Посмотрим Что у нас Там Возвращается Так У нас Возвращается E-mail ID И Токен E-mail ID И Токен Давайте Посмотрим Типы Тип I User Хорошо I User Значит Мы можем Тут Написать Где Это Было А в Сервисе Мы говорим Что Возвращаться Нам тут Будет I User I User Не тут Так Стоп Тут Сейчас Стоп Ну тут Да Мы говорим Что I User И тут Тогда Тоже I User Да Вот так Все Нам не надо Встальные поля Потому что При логине Мы возвращаем Только Три поля E-mail ID И Токен То есть Теперь У нас Это в принципе Тип I User Это ID E-mail Токен Да И мы возвращаем ID E-mail И Токен И теперь У нас Всегда Когда мы Будем Где это Есть Где Это Было Вот Тут Нет Вот Тут Вот Когда мы Получаем Дату Мы четко Видим Что В Дате Есть E-mail ID И Токен И Эти Все Три Элемента Мы Поместили С Store Отлично Оно там Есть В Store Оно В Store Есть Но Приложение Об этом Пока что Никак Не знает Нам Нужно Если Мы Обновим У нас Все Сломается Главное И так Показывает У нас Роутов Защищенных Нет Но Мы Не В системе Мы Не В системе Давайте Еще раз Покажу Как Это Давайте Сейчас Добавим Кое Что Чтобы Мы Уже Видели Четко Разницу Мы Пойдем В У нас Тут Все Показывается На Основание Просто Каких-то Моковых Данных Которые Мы С вами Никак Нигде Не Меняем Мы На Них Никак Не Реагируем Чтобы На Них Реагировали Нам Нужно Зависеть От Другого Из Из Нам Надо Только Нам Нужно Не Просто Констант Убрать А Нам Нужно Доставать Из Нам Нужно Доставать Из Нашего Стейта Для И Создам Хук Такой Простенький Скажу Use Auf Точка Тс И В этот Хук Мы Запишем Логику Для Того Чтобы Просто Доставать Это Значение Мы Скажем Что Export Конст Use Auf Равно Это Стрелочная Функция Которая Нам Будет Возвращать Булин Потому Что Мы Будем Возвращать Из Of Это Будет Либо True Либо False Из State И Мы Будем Просто Брать Как раз Из Of И Ее Брать Из Use Up Selector То есть Мы Берем Уже Попытаемся Достать Из State Который У нас Есть Мы Берем Тут State И Тут Дальше State User Is Of Если У нас Тут Что-то Есть Мы Это Возвращаем Return Is Вот так Вот такой Небольшой Простенький Hook Без Ничего Лишнего Мы Просто Пытаемся Получить Это Значение Из Как он Называется Из State И Возвращаем Это Значение И Теперь Мы В Хедере Можем Вот Это Значение Брать Не Так А Просто Use Вызываем Этот Hook И Проверяем Давайте Так Что-то у нас Сломалось Давайте Смотрим Что у нас Сломалось Конечно Конечно Нам Нужно Еще Я Не Подключил Этот Reducer Нам Нужно Пойти В Store Мы Reducer Ничего Не Подключили Мы Говорим Что Тут Будет User И У Него Будет User Так Его Так Не Будет Скажу Import User Reducer From User User Slice И Есть 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 Аккаунт Давайте Залогинимся Я Скажу Что У нас Есть Admin Собака Gmail .com И Пароль Раз Два Три Четыре Пять Шесть Нажимаем Submit Все Мы Зашли В систему Видите У нас Поменялось Значение У нас Получилась Кнопочка Выход У нас Появили Все Эти Ссылки Менюшка Но Если Мы Обновим Оп У нас Все Пропало И Как Нам Оставаться В системе Когда Мы Обновляем Страничку Здесь На самом деле Все Очень Просто На Первый Взгляд И На Второй Тоже Смотрите Логика Такая Что Мы Где-то На Верхнем Уровне В нашем Случа Это Будет Компонента Up Будем Вызывать Некую Функцию Которая Будет Делать Запрос На Базу Данных На Получение Нашего Профиля Если Мы Посмотрим В Insomni У нас Был Один Там Запрос На Бэке На Получение Профиля И Вот Как раз Таки Этот Запрос Мы Будем Делать Для Того Чтобы Проверить Авторизованы Мы Или Не Авторизованы Поэтому Давайте Мы Пойдем В Of Service Тут Есть Функция Get Me В данном Случа Нам Нужно Что Сделать Нам Нужно В Эту Функцию Сказать Что Это Будет Запрос Где Конст Data Это Будет Await Instance Get Запрос На Адрес Of И Там У нас Был Профайл Можем Переименовать Это На Get Профайл Например Вот Так И Если Data Есть То В таком Случа Return Data И Мы Можем Сказать Здесь Что Тип У нас Будет I User Ну Здесь Тоже Будем Возвращать Promise Типа I User Или Может Быть Undefined Вот Так А В I User Мы Помним Что У нас Там Лежит Где У нас Тип Вообще В I User У Нас Лежит ID E-mail И Токен Как Раз Те Данные Что Будет Возвращать Сервер Ок Есть Что Мы Дальше Дальше Мы Дальше Дальше В Компонент Up И Вот Тут Нам Нужно Кое Что Сделать Во-первых Давайте Достанем Dispatch Нам Потребуется Dispatch Равно Use App Dispatch Дальше Мы Содим Функцию Которая Будет Называться Допустим Check Off Это Будет Async Функция Async Функция Что А у меня тут не получилось Я уже немножко устал Записываю Наверное Пятый Или шестой Час Поэтому Я уже устал Надо Наверное Делать Отдых Ок Тут Мы В первую очередь Получим Токен Попробуем Получить Токен Get Get Токен From Local Storage Дальше Сделаем Блок Try Catch Error Больше ошибки Обрабатывать Я не буду Вы видели Как это делается На Примере Регистрации Я не хочу На это Дать время Потому что Будет еще Куча этих Мест Где надо Обрабатывать Ошибки Я не хочу Я показал Как это делается На регистрации Дальше Вы уже можете Сами этим заняться Ок Мы пробуем Получить Токен Из Local Storage И дальше Если у нас Есть Токен Я хочу Убедиться Что у нас Есть Токен То в таком Случае Я скажу Что Const Data Давай-ка Await Запрос На Auth 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 Service И Get Profile И если У нас Есть Data В таком случае Мы делаем Dispatch Конечно же Login И сюда У нас Ожидают I-User То есть Мы можем Поместить сюда Data И в принципе Это должно Работать Ок Если Else То есть Если там что-то Не так пошло То мы делаем Dispatch Logout То есть Мы чистим States И все Теперь Когда мы Эту функцию Вообще Хотим Вызывать Мы ее Хотим Вызывать При обновлении Страницы Каждый раз При обновлении Нашего приложения Поэтому Мы можем Сделать Use Effect Конечно же Сюда Поместить Эту Функцию Вызывать Ее Каждый раз При обновлении И сюда Сделать Check Сохранить И Можно проверить Работает Это Или нет Давайте Пойдем В Chrome Обновим Страничку Какая-то Ошибка Какая-то Ошибка Это уже Не работает Так Давайте Лучше Посмотрим По Нетворку 401 Unauthorized А почему Unauthorized Preview Unauthorized 401 401 Так Хедеры Что с нашим Токеном Bearer Да У нас Проблема Когда мы Вернемся В Апи Аксес Апи После Bearer Токен должен Идти Через Пробел То есть Вот тут После слова Bearer Мы просто Ставим Пробел Вот так И сохраняем Если мы Теперь Мы видим Уже Изменения Мы Обновили То есть Мы Обновляем Мы в системе У нас Токен Есть Мы в системе И теперь Мы можем Уже Пользоваться Нашим приложением С полноценным Видите Вот я Кликаю Обновить И мы Остаемся В системе Теперь Единственное Что нам Осталось Сделать Это Просто Сделать Logout Как мы Можем Сделать Logout Очень И даже Просто Мы идем В Компонент Header Потому что У нас Logout Делается Через Нажатие На кнопочку В Хедере Мы Сделаем Здесь Просто Скажем Const Logout Handler Это Просто Стрелочная Функция Которая Будет Dispatch Конечно Достанем Dispatch Const Dispatch Равно Use App Или App Dispatch Мы будем Тут Dispatch Logout Что мы Тут еще Будем Делать Нам Нужно Сразу Удалять Токен Из Local Storage Поэтому Мы Говорим Что Remove Token Из Local Storage И Key У нас Да Мы Токен Мы Его Записывали Давайте Покажу Что я Сейчас Имею Ввиду Мы Ключ Application У нас Key Токен И Value Сам Токен Поэтому Нам Нужно Удалить По Ключу Токен Это Мы С вами Писали В Хелперах Дальше Можем Сделать Давайте Toast Success Скажем You Locked Out И Сделать Navigate Например На главную Const Navigate Равно Use Navigate Вот так И Мы Делаем Navigate На главную Страничку Ок И теперь Этот Logout Хендлер Мы Вешаем На Кнопку Вот сюда Делаем On Клик И Помещаем Сюда Logout Хендлер Ок Проверяем Идем Сюда Обновляем Еще раз Пару Раз Видим Что Мы В Системе Нажимаем Давайте Это Сделаю Поменьше Нажимаю Logout Отсюда Токен Удаляется Написано Что Вы Отключены Если Я теперь Обновляю Страничку Мы Обратно В систему Не Входим Потому Что Данных У нас Для Этого Таким Образом Ребятки Мы С вами Можем Это Повторить Да Сделать Login Admin Sobaka Gmail .com И Здесь 1 2 3 4 5 6 Нажимаем Submit Все Мы Вошли В систему Токен Появился Value Появилось Обновляемся Все Сохраняется То есть Таким Образом Ребятки Мы С вами И Сделали Полноценную Авторизацию В нашем Приложении Наверное Это Было Немножко Сложно Где-то Пятый или шестой Час записываем Мне уже тяжело Но я старался Как можно проще Все это сделать Чтоб Это было Для вас Понятно Я надеюсь Что все-таки У вас получится Это за мной Повторить Напоминаю У кого-то Может что-то Не получиться Весь код Будет доступен На Patreon Ну Либо же Вы можете Просто пересмотреть Еще раз Ролик И Посмотреть Где вы могли Ошибиться А на этом Данный ролик Подходит к концу И Встретимся с вами Уже В следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok